Для входа в учебную платформу нужно проделать следующие шаги. Необходимо в электронной почте найти письмо от EsperMasters School и пройти по указанной в нем ссылке для регистрации. В верхней части сайта появится информация о приглашении на курс. Вам необходимо принять приглашение, нажав на кнопку «Принять». Если вы проходили курсы ранее, то у вас уже есть учетная запись. Вы нажимаете на вот эту кнопку. Если вы проходите курсы впервые, то вам нужно создать учетную запись. Вам нужно придумать пароль и указать часовой пояс, в котором вы живете. Нажимаем «Зарегистрироваться». Вы попадаете в учебную платформу первого курса. Для того, чтобы войти в комнату вебинаров, вам нужно нажать на вкладку «Модули». В разделе «Введения» обязательно прочитайте общие рекомендации по просмотру записей занятий. Затем установите плагин для вебинаров. Далее нажимаем на ссылку на комнату вебинаров. На вебинар мы заходим в качестве гостя. Вводим имя, под которым вы зарегистрированы в учебной платформе. Нажимаем «Войти в комнату». Вебинар должен открыться в отдельном окне. Вы попадаете в комнату вебинара. Вопросы можно задавать через чат. Здесь вы можете увидеть список посетителей. Информация по курсу будет располагаться здесь. Здесь будет проходить видеотрансляция. Все вебинары записываются. Если у вас не было возможности посетить занятие, то вы можете посмотреть его в записи. Для этого нужно зайти в раздел «Модули». Первая неделя. Ниже будут расположены записи занятий. Находите название своей группы. Нажимаете на запись групповой практики. Нажимаете на верхнюю вкладку для того, чтобы вебинар открылся в полноэкранном режиме. Перед началом просмотра записи необходимо поставить ее на паузу и подождать несколько минут. После практики необходимо написать отчет. Лучше всего это делать сразу после окончания практики. Отчет пишется в разделе «Практику». Пишем отчет. Нажимаем «Опубликовать». После опубликования отчета в разделе «Практику» у вас появится зеленая галочка. Для того, чтобы получить доступ к заданиям второй недели, вам необходимо посмотреть видео-лекцию 1. Выполнить тестирование по этой лекции. Посмотреть видео-лекцию 2. Выполнить тестирование 2. Для просмотра видео-лекции нажимаем на ссылку. Разворачиваем окно. Переходим в полноэкранный режим. После просмотра лекции нужно выполнить тестовое задание. Нажимаем «Тестирование 1». Принять контрольную работу. Читаем вопрос. Выбираем один из вариантов ответа. Есть вопросы, в которых несколько вариантов ответа. После ответов на все вопросы нажимаем «Отправить контрольную работу». Вы можете выполнять контрольную работу неограниченное количество раз. Для этого нужно нажать «Снова принять контрольную работу». После того, как вы выполнили задание первой недели, у вас будет разблокирован вход к заданию второй недели. Для того, чтобы получить наивысшую оценку, необходимо выполнять практики самостоятельно и писать об этом отчет в практику, с которым вы работаете. Для самостоятельной работы вы можете использовать записи занятий или презентацию. Ссылку на презентацию вы можете найти в разделе «Практику». Для просмотра презентации необходимо установить Microsoft Office 2007 года с сервис Паком 2 или Office 2010 для того, чтобы в презентации не было проблем со звуком. После написания отчетов и выполнения тестовых заданий у вас появятся оценки. Напротив выполненных заданий появятся пал и галочка. После окончания курса в течение двух недель будут подведены итоги и объявлены результаты. Зачет по курсу получат те студенты, которые набрали более 60%. Каждый учебный курс состоит из набора практикумов. Каждый практикум имеет сформированное задание и критерии оценки. В большинстве случаев практикум оценивается на основании отчетов студентов. Отчеты изучаются и оцениваются. В результате участник получает зачет, либо незачет по данной практике. По окончании курса количество полученных зачетов суммируется, и участники получают общую оценку успешности в освоении данного курса. Важным критерием оценки будет наличие отчетов о самостоятельной работе в перерывах между групповыми занятиями. Эти отчеты будут тоже оцениваться. В разделе «Пользователи» вы можете познакомиться со студентами, которые учатся с вами на первом курсе, а также с учителями и ассистентами. Если у вас появились вопросы, вы можете их задать в разделе «Вопросы по видеолекциям» или «Вопросы по практическим занятиям». Если у вас возникли вопросы другого плана, вы можете задать их здесь.